оба подрубили слышишь подрубили все так здорово опять те же те же челики я пока начну ну сначала не говорят что они покажут патч собственно а потом фишечки которые они заготовили но это будет в конце стрима пока патч релиз патча он сказал скоро неоднозначный ответ как обычно а я сейчас пошире сделаю ну и для начала они покажут самые такие значительные изменения которые они собираются привнести в игру с новым патчем ну и сразу предлагают прям перенестись к делу и так коллекция я уже вижу чистое небо суши по ходу очень жилок был правда и так чистое небо теперь теперь эта карта называется first light первый свет так что делает что делает так они сейчас еще говорят но я уже вижу я не буду даже слушать что они говорят собственно там два эффекта то есть можно выбрать один из эффектов это сыграйте рандомного бронзового юнита из вашей колоды а второй эффект это собственно само чистое небо старое а зачем брать чистое небо и взять его как рандомный фейл ой рандомный юнит ну знаешь иногда она как бы находится у тебя чистое небо бесполезным в руке может быть они хотят от этого отыграть что типа иногда ты его просто выкидываешь ты иногда берешь его там против определенной колоды но если она тебе не попадается то ты просто как бы ее никогда не используешь но все равно это рандом хердстоун да хердстоун подъехал ооо я походу победил наконец-то и сразу прям к следующей карте промоут так самое интересное плохо слышно себя прибавить раздел еще громче его ребят себя еще громче и так промоут теперь промоут теперь как бы делает всех юнитов золотыми на вашей стороне поля всех юнитов золотыми которые не золотые превращает их золотые но до того момента пока не закончится раунд или они не будут уничтожены то есть как только заканчивается раунд юниты обратно становятся такими которыми они были в отборе в данном случае или если их убивает какая-то способность допустим роше да там убивает или родовид и карта если она была серебряная стала золотой и опять ее убил родовид она будет уже там серебряной она не будет опять золотой но зато она теперь всех юнитов превращает непонятно я имею ввиду непонятно в том смысле будет ли это им бой что думаешь счастье скажу сейчас я вас кофм стрим ребята канал боречки часа хостану никуда не разбегайтесь смотрим стрим разработчик пометил все давайте да ну еще раз дословный перевод карты карты теряют золотую собственно границу в конце раунда или когда отправляются в отбой и все бафы и собственно восстанавливается к изначальном значении то есть бафы тоже теряются до конца раунда до конца раунда так давай потом про это поговорим я сейчас сразу перейду потому что они уже там пророк говорят смотри командирский рок теперь он удваивает силу всех юнитов не золотых не золотых в одном ряду но потом как только ты его используешь он убирается из игры то есть рога в игре не будет понятно повторно да там аглоиза использовать ну я их даже опередил пока они говорят можем поговорить пока наверно про по золоту как раз они все переходят так хорошо про оператора что то сейчас видимо будет сказано это мы потом как-то проведем анализ почему все таки есть уже нарядить было правда так оператор так переводи короче выберите выберите не золотого юнита в вашей руке кроме оператора создайте его копию в руках обоих игроков и потом уберите оператора из игры стоп подождите remove from the game when destroyed убрать из игры когда уничтожен уничтожен кто оператор или этот юнит которого выберите не золотого юнита в вашей руке да 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 все правильно надо создать его копию то есть все как и раньше удалите из игры когда уничтожен уничтожен кто оператор я думаю я думаю оператор ну как я сказал там 140 изменений remove from the game when destroyed remove как бы не написано что remove типа то есть наверно все таки когда оператор именно уничтожен он выбирает его да 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 написано в виду remove допустим виска непонятно зачем они только это сделали то есть обузить его по-прежнему можно правильно видимо чтобы так зигфрида ну говори-говори я потом лучше перейду я хотел переводить а ну давай зигфрида теперь она у нас ресурректит не золотого юнита то есть как и раньше и получает одну силу когда юнит играется из грейвьярда у нее я понял у нее изменили силу у нее теперь сила единичка то есть она а что такое пермадес вот это вот написано сверху я вот этого никогда не видел там разве у нее написано пермадес это то есть мгновенная смерть и но просто плохо слышно когда будут с реддита еще читать их правду так ранкет систем слышишь опа так хорошо хорошо ну в принципе то я все это все понимаю просто и так чтобы играть в ранкет вы должны достичь определенного уровня 99 уровень нужен видимо ура я попадаю но тут показывается 99 уровень у них на экране и написано что ты получаешь вот экспириенс за матч так в этой системе вы получаете опыт после каждого матча так все будет зависеть от того закончился ли матч победили ли вы собственно было ли да был ли заюзан good game то есть от этих результатов будет зависеть количество экспириенса количество которое вы получите и тут вот три пункта матч вон матч стартед и гудгейм я вижу это реально круто наградами тут будут карты ресурсы то есть их будет больше чем просто они обычно их в целом дают их всегда будет чуть побольше и смотри лидербордс есть уже они собираются сделать опа вот теперь теперь есть и собственно смотри ранги видны видны ранги да написано сколько побед сколько поражений ничьи ничьи он говорит о том что скрин сейчас не показывает всех рангов и как только вы достигнете следующего ранга вы получите награду и не надо ждать пока вы получите награду они будут получены сразу это будут карты ресурсы опять таки бочки бочки но еще одна важная вещь в конце сезона в конце сезона вы получите еще одну награду зависит от того насколько высокий ранг вы достигли по его окончанию но мы еще над этим работаем то есть надо там посчитать наверное они думают так видно рейтинг уровень позиция победы имя поражение ну и ничьи это собственно что видно в лидерборде эти вещи еще будут возможно изменяться но еще две вещи хотят показать показать карту геральт арт новая карта геральт арт восьмерка эпик голд ну там уже там уже стревали ну сейчас я не смотрел еще настолько далеко я буду смотреть я слушаю я лучше буду слушать что они говорят тогда они важные вещи говорят окей вы будете двигать юнитов как бы с одного ряда на ряд который стоит следующий то есть смели на рейджет с рейджет на осадной и наносить урон этим юнитам которые видимо подвинули ну покажите ребят покажите еще одна кейрон да кейрон это кейрон восьмерка лего золотая блин новые карты это просто офигительно я чувствую золотые ю она поглощает три не золотые карты она она ест три не золотые карты возможно это сделано для consume колод да 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 жередины ну то есть их сила пойдет на кейрона да который золотой и получается что кейрон огромный может быть еще это корал корал это персонаж из ведьмака так и что же почему они не показывают текст так из книги из новой книги ведьмака даже из истории ведьмаки вы играете корал выбираете юниты на вашей стороне и вы двигаете юнитов которые выбираете на ряд в котором стоит корал корал вы можете подвинуть всех юнитов в один ряд или 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 если они там сгруппировались в общем эта карта позволяет двигать юнитов с вашей например у вас стоит кто-то в милей ряд вы ставите корал во второй ряд выбираете каких-то юнитов и они передвинутся на ряд корал четверка еще какая-то с кайтелей ширу даже не знаю такого новый эмбуш новая карта засады вот это круто я бы хотел бы играть на засаду в общем когда играется спешл карта он переворачивает эту карту в скорч показывает карта которая игралась делает ее скорчем и играет сразу этот скорч ну какая-то такая ситуативная карта по моему блин скорч это просто на тебя может но он золотой он золотой ну я ведь не на эту карту она так еще карта спелл какой-то последняя демеритвум наручники двемеритовые золотая бронзовая рарка ой бронзовая рарка в общем эта карта это нечто на вроде сальница она снимает абсолютно все вы можете использовать это на карту с базолотой на карту с адреналином на карту с бафами все будет снято абсолютно все снимается с этой карты а золотая рамка тоже интересно да ну вот про рамку кстати не сказали Йорвид анимированный смотри Йорвид анимированный смотри стрела летит ну че то анимашка такая ну че то анимашка такая ну че то анимашка такая немножко кривовато летит со стрель они показывают анимацию или я пока вот сейчас слушаю пока они говорят просто типа он супер ровый супер классный он летит вот стрела вылетает то есть они просто у параши вот это эффект бля вот это эффект вот этот мне уже больше нравится смотри он еще и поворачивается смотрит на стрелу как бы да они показывают золотые карты стрела в пейнте нарисована пишут в чате стрела в пейнте ребят ну че то если честно че то золотые карты я вижу тебя не сильно да впечатляет да как то да но они в любом случае представляют золотые карты это меня уже радует хоть как то интересно их уже можно будет получить в том патче ну мне нравится роше лучше чем так бирна итак одна из ваших любимых карт бирна бранк нихуя ее морем так сейчас обдал че это еще одна карта монстров Красиво, но с рукой в руке. Вот он держит руку у себя в руке. Смотри, пошевеливает ей дай. Ну что-то он просто стоит по сравнению с той же Бирной, да? Ну да, это уже типа стили Хардсона. Стили Хардсон, ну да, небо летит. Да листья летят. Листья летят. Только за Скельгия будут играть теперь. И Рагнарёк, ещё один. Представляете, они? Ну это... Что такое? Лава, молнии. Вот слушай, я могу тебе сказать, что есть карты прям супер, которые мне понравились, и есть вот прям трэшовые. К трэшовым я уже отнёс Йорвита сразу, и, наверное, предыдущую карту. Ну не знаю, мне понравилось. Там сначала, может, ты не заметил. Предыдущая, это же Бирна была. Нет, предыдущий был Кэртейкер перед Рагнарёгом, а перед Кэртейкером Бирна. Итак, вот новые вещи. Они будут представлены в следующем патче, на котором мы прямо сейчас работаем. Некоторые арты ещё сейчас в работе, мы над ними работаем. То есть это не окончательный, например, дизайн золотых карт. Мы стараемся сделать их... Это теперь они про фиксы уже говорят, что они стараются их сделать наиболее балансными и так далее, чтобы всем нравилось играть. Сейчас они поиграют, чтобы показать, наверное, какие-то вещи новые, которые будут в патче, а потом будет сникпик, собственно, как они работают и так далее. Это, видимо, и есть их сюрприз. Что такое пермодез, я так и не понял. Я тоже не увидел. Пермодез, смотри, это, наверное, если она умерла, то, может быть, она, возможно, больше уже нигде тоже не будет находиться. Возможно. Ну, слушай, ну это не написано, не в описании. Это написано... Вот, кстати, сейчас самое время поговорить. Это как пассивка, я понял. Ну, не факт. Вот, может быть, это... Я даже сейчас зайду в Гвимт, прям специально проверю. У нее есть тут пермодез? Нет, нет, нет. Ты уже проверил, да? Нет, но там написано у нее медик, а не пермодез. А, ну все, тогда нет смысла проверять. Так, начинают они сразу игру, там что-то... Ребят, всем привет. Сори, отвечать нету сил пока. Обсуждаем. Смотри, начинают они... Играют против Дагона на Франческе. Францеске, наверное. Так, ну смотри, что мы имеем пока по итогам. Пока я не вижу тут ничего оригинального у них в картах, можно поговорить о том, что... Да они пока нервят, они пока ничего суперсерьезного не сказали. Супер... И вообще про них ничего. Да. То есть только по Зиквиде, по оператору, нет, ничего... Ничего, то, что сейчас на мету бы повлияло... Смотри, смотри, я вижу Айлерин карту, и вижу, что она уже пятерка серебряная, и у нее другой эффект. Там намного больше написано. Написано, добавляет единицу силы всем остальным эльфам, не золотым, на вашей стороне... Бля, они ее поменяли. Изингрим теперь почему-то... У него иконка типа пассивки. Погоди, погоди, сейчас я пошел и приведай. Когда играется спешл карта, она спавнит новичка. Оооо, я знаю, я знаю. Ну они скринят. Ну слушай, но она по-прежнему золотая. Но она же золотая по-прежнему. То есть, играешь спешл, спавнит новичка. Дека на новичках, возможно, будет актуальна. Ну, они говорят о том, что Изингрим всегда был картой, которую играли последние, да, вы ждете до конца хода, тянете максимально ваше время, играете Изингрима, бам, плюс 30, вы победили. Они не хотят, чтобы так было. Теперь он будет спавнить, собственно, новичка, когда вы играете спешл карту в рандомном месте. Естественно, вы хотите теперь сыграть не последний, а наоборот первый, чтобы вы получили value с нее. Ну и все. Говорят, с чего будем начинать первый раунд? Начнем с Изингрима. Первый раунд, поехали. Ага, бедный Изингрим. Погоди, а эпидемия, зачем с эпидемией, если типа ты будешь с их новичком? Ну, может быть, эпидемия там тоже? Почейнджено. Только сегодня я его скрафтил, пишет в чате, слышишь? Поздравляю. Поздравляю, минус 800. Помнишь, какую карту первую для белокрафта? Изингрима. Я не знал. Это я как скрафтил этого Рекиса, да, и потом сделали его вампира там серебряным, и восьмеркой, и я такой, понял, минус 800. Ну, покажите эпидемию, что там. Ейвин такой же, я вижу, остался. Ничего не меняется. Ставят они его впервые. Но Ейвин в балансе очень сильно. Ну да, мне кажется, вполне балансен. Я вижу чувак вот этот слева, он вообще не шарил в игре, теперь он шарит намного лучше в ней. Он теперь что-то там рассказывает, поясняет. Который без бороды? Да, который без бороды. Для которого нет. У него есть бородой. С маленькой, да. Вопрос. А, типа, ну, блин, он же не знал, что он скастует мороз, так что, допустим, эпидемию, когда ты таскаешь Эйзенгрима, но мне кажется, это плохо. Если играет эпидемию. Так, минус 4. Новички появляются. Погоди, а почему 2? Почему 2? 2. А, там, так там написано, спавни 2. 2. То есть, очень нерадо. Да, 2 за каждый спейл. Угу. Ну, тогда может, и такая помойка, кстати. На гиганта спрашивает или нет. Ну, конечно, на гиганта. Нет, зачем, но на гиганта же. Да, видишь, по 2 спавнят, все нормально. Так, хорошо, возвращают. Свайп, поехал, новичков. Ну, ты не чувствуешь, я не чувствую, я не чувствую. Так, как вы можете видеть, Этенгрим гораздо легче контролировать сейчас. Да. Ребят, все нормально работает? Я перезагружу стрим, чтобы он, возможно, лучше видно. Хочешь... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Я перезапустил их стрим просто. Сейчас, мало ли там. Сейчас бы стрим перезапустил. Так, стимильфорд. Слушай, ну, они играют как бы на скотелях старых, да? Просто вот с какими-то парашными картами своими там. И вот он сейчас поставил бабенку, сыгрался гром. То есть, ну... Карта до норм, все окей, окей, ребят. Кто-то пишет, что Изи тебя шатал. Передашь ему привет. Кто кого меня шатал? Да, тебя кто шатал. Привет, привет. Привет, Литрил, привет. Так, играет. Смотри, в Рикет Ван Гуард, по-моему, было четверкой, да? Сейчас шестерка. Который спавнит одного новичка карта. Да, он был пятеркой. Пятеркой, да? Ну, то есть, теперь он шестерка. Смотри, Blue Mountain команда возвращает бронзового юнита на вашей стороне в руку другого. Да, 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 да. Все то же самое. Да, да, да. Они просто уточнили, уточнили описание. Раньше было нельзя, я только сегодня об этом говорил, что нельзя, иначе было бесконечно. Смотри, сыгрался Айлерин, да, и добавляет всем эльфам плюс два, правильно? Ну, эльфов нету, и играется, когда каждый, играется, играется из вашей колоды, когда пятый по счету эльф появляется на вашей стороне. То есть, когда пятый эльф появился, да, она появится из-за. То есть, она автоматически играет, из-за руки, для каждого пятого эльфа. А новички это эльфы, правильно? Они в статусе эльфы, да, написаны? То есть, раз, два. А, ну и эти все эльфы, да. То есть, смотри, появилось пять эльфов, включая и Зингрима. И она появилась на столе и бафнула их. Кроме Зингрима она... Ну, возможно, возможно. Типа, тебе не надо тратить карп, то есть, ход не надо тратить, она сама сыграла. Но ты все равно тратишь карп. Если бы она из колоды выпрыгивала, это было бы вообще-то здесь, конечно. Так она из колоды выпрыгивает. Она из колоды выпрыгнула, да. Пятерка серебряная из колоды выпрыгнула. Вау, вот это тогда очень круто. Вау, это реально круто. Я думал, она из руки. Четверка пишет, что была-то, а не пятерка, говорят. Но я тоже вот помню, что четверка, которая спавнит новичка. А кого же я пятерку именюю? Кто-то у них был пятеркой, я их убивал. Ну, не знаю, может, Саския? Ну, Саския, она золотая. Так, посмотри, нейтраль, шестерка. Нейтраль, шестерка теперь. Опа. Он ничего не изменил? И мунингф. Да, да, две силы. Ну, вот это, кстати, хорошо, что две силы. Ну, да, один силой он был... По-моему, они его сильно подняли, нет? Нет, во-первых, они ему понизили статы, чтобы он не попадал под громы, да, на всадников. Если гром на всадников. Под гром, под всадников, под... Скорчи там, возможно, когда-то там. Что там еще может быть? Туманник. Это великан еще. Не, ну смотри, еще Туманник, например. Если стоит нейтральный Туманник, да, как бы Скорч по двое им обычно тоже бы сработал. Играет он карантира, убивает почти весь стол. Вау. Не, ну по двое это уже круто. Блин, как же, вот теперь мне опять интересно. Мне нравится Гвинт, я хочу в него играть опять снова. Да. Я не вижу скуки. Ну, это все время так, типа, после нервов, после экспенсии. После патча, знаешь, это как глоток свежего воздуха. Так, редравует карты. Nature's Gift, точно самое вижу, да? Спавны, base copy of the last non-gold card. Ну, все так же. Не золотая карта, а special. А, смотри, она убирает потом из игры эту карту. Это важно, наверное, да? Чучело, например, если ты сыграл, она убирает его теперь из игры. И больше Аглоизы ты его не сможешь сыграть. Чучело, кстати, я не заметил. Может быть, там тоже и чучело было изменено так же. Блин, если и чучело убирает, это вообще пипец. Это очень сильный нерв, реально. Контроль, деки. Скай-тайли, да. Да, очень сильный. Смотри, ну он показывает зал адреналин на карантира. Показывает еще раз что-то. Другое дело, что ты действительно, в действительности, не так уж и часто играешь на Nature's Gift, на чучело. Но это не часто бывает, да? А вот когда, если ты играешь Аглоизу, да, то потом ты, как правило, играешь в Nature's Gift. Ну, получается сыграть хорошее чучело. Хороший комбат, чучело, Аглоиза, Nature's Gift, на чучело. И да. Потом хорошо бы сделать ей, на чучело. Саски, это как раз. Рофли там что-то сидят. Погоду юзает. О, смотри, чистое небо сейчас новое. First небо, точнее. First light, и так что же бояться. Опа. По-моему, кстати, пятерка. Утопец пятерка, я думаю, он стал мунинг. Смотри, утопец может двигать юнитов. Он только что подвинул новичка со второго ряда на третий. Подвиньте. Точнее, и пятерку он теперь, я вижу, и пассивка у него есть какая-то, раз и гонек горит. Он и мунинг, да, и мунинг дождем. Блин, а... И мунинг дождю, и двигает любого юнита, не золотого, на сич ряд. На сич ряд. Дар природы убирается из игры, а не карта с играми. Дар природы убирается? Возможно, ребят. Да, тут уже написано. When remove from... Да, значит, это про самокарты убираться не дочит. Смотри, но утопец двигает юнитов на последний ряд. Я не знаю. А, ну смысл в том, что он двигает на последний или на один? На последний. Ну, то есть это как бы комбина. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдём. Бабой. Ну, одного, да, юнита, я так понимаю? Да, да, да. Причём, может, я так понимаю, как вражеского, так и своего. Вопрос. А, когда выйдут, спрашивают новые карты в этом патче или не в этом? И он сказал, что новые карты выйдут не в этом патче, но скоро. Это, по-моему, с нильфгардом, наверное, там, что-то мне кажется. Нет, это, я думаю, будет просто новые карты. Вот, типа, арты и... Да, но они ж про эти и говорят, то есть, что вот эти карты, что они показали, они не выйдут в следующем патче. Это не нильфгардом, точно. Думаешь, ещё раньше или ещё позже? Наверное, раньше, перед. Новые карты выйдут перед нильфгардом. Да. Но и после этого патча, который будет. Правильно? Ну, после патча, который выйдет скоро, но перед нильфгардом. То есть где-то, наверное, в конце декабря, возможно. Говорят, что были они... Не удалось им хорошо поиграть на Франческе. То есть, unlucky. Невезучие они были. Невезло им. Ну, посмотрим. У них, я вижу, больше карт намного, чем у оппонента. А как они собираются выигрывать эту игру? Покажите Аглаи с ним, что она делает. Саския такая же. Так, ключник. Ключник, что ворует. А новые карты премиум посмотреть? Ну, посмотри в записи стрима, перемотай там чуть-чуть. Там будет, увидишь. Которые показывали. Так, ну, суворовал он ключника. Ой, суворовал товарища, который ставит у нас новичка. Аглаиза. Возвращает не золотую спешил карту. Ну, смотри, Аглаизу, по-моему, не поменяли. Пятеркой просто осталось. Они хотят... Пятеркой с тем же... Да. Они хотят сыграть сейчас Аглаизу... Нет, они хотят сейчас сыграть Нейчерс Гифт и заспавнить юнита рандомного. Ясно, понял. Отлично играете. Четверочка, хорошо. Слушай, ну, небо хорошее, да, по-моему, сейчас? Очевидно, погоды будет много. Да, не слабее это. Вот иногда я реально задавался вопросом, оно бесполезное, мне казалось. Теперь же, нифига, оно, по-моему, суперполезное в любом случае. Сможешь всегда юнита достать. Интересно, какая будет мета? Как думаешь, кто будет доминировать? Пока очень трудно сказать. Пока я не видел всего патч-ноута, очень трудно сказать. Сыграли. Я могу сказать, что контроль белки теперь будут играть совершенно по-другому. Ну, конечно, да. Так я думаю, и платва на золочении пропадет, правильно? Хочу завтра что-то. Хочу завтра. Хочу патч, короче. Нет, слушай, я не хочу завтра, я сейчас подготовлюсь, подзадрочусь до сотого уровня. И потом ранки, это все дела. Буду тебя выигрывать. Потом. Потом ты меня. Так, мы завязали Саскию, я понял. Минус один, плюс один. А, ну ладно, не минус один, минус четыре. Блин, теперь как, типа, брать ранки, если, типа, снайпинг, все фигня, это теперь уже действительно имеет какое-то значение. И Миллериха сыграли, почему-то он сейчас сделал два выстрела. Покажите карту, ребят. Какие изменения, говорят Аглаизы, только урон. Два урона, да. Изменилось, два урона. Цири понерфили? Еще не показывали, но, скорее всего, да. Буду я тебя, потом ты меня, Капа Прайд. Ну, естественно, естественно. Где же эти люди, да, знаменитые Капа Прайд? Пропали, я же думал, они пропали. Так, играет Аглаизу. Что будет выбирать? Ну, а Романтия такая же осталась. Мороз такой же. Я вот смотрю, пока все карты здесь. Я даже, знаешь, я их, вот, на самом деле, сейчас не слушаю. Мне намного интереснее за геймплеем посмотреть. Опа, шестерочка. Ну, потому что то, что они говорят, знаешь, они говорят там о чем-то своем. А, второй выстрел с нейтраля, я понял. Это нейтраль выстрелил. Я думаю, он поставил, типа, это. Так, утопец, двигает шестерку на последний ряд. А почему он не... Все равно утопцы не будут играть, мне кажется. Да? Ну, знаешь... Мне кажется, знаешь, какая будет мета? Вот, будет мета на вот этом движении карт. То есть, с одного места на другое, возможно. Это будет какая-то точно на этом колода сфокусированная. То есть, я вижу, они хотят уделить внимание больше не контроль декам. Ну, тут нет понятия, как в Христоне, контроль или агро. Тут есть понятие, они хотят убрать деки, которые тебя могут выиграть в последний ход, да? Вот там, плюс там, сколько-то урона. Они их убирают, стараются. И они сделать игру хотят более экшен. Я бы сказал, что это типа ОТК просто можно назвать. Ну да, да, да. Вот что-то вроде ОТК. И они хотят от этого избавиться, от этого ОТК. Так, ну и что? Пасуют против них чувак с одной картой. У них милева в руке. Ну, они выигрывают, правильно? Да. Подожди, а зачем они тогда бафнули десятку? Вот зачем они бафнули того чувака шестерку громом, если они сейчас вернут его в руку? Ну, типа, они же не знали. Ну, кстати, да, это было... Погоди, в любом случае, если бы они бафнули двойку, то они бы вернут... Ну, они сейчас уберут великана, да, и сыграют его еще раз. Она заспаунит новичка. Ну, они выиграть должны. Ну, не тупите, чуваки. Так. Ну, все. Еще. Отлично. Знаешь, как они, типа, каждый ход размусуливают. Да, да, да. Ну, знаешь, нам это лучше. Мы сможем поговорить о чем-то своем. Ребят, к вам большая просьба. Пета, большое спасибо за фалу. Скажите, ребят, как слышно разработчиков и как слышно ливнида? Тебя же зовут Леша, правильно? Да, я могу прибавить тебя, если это не вопрос. Скажите, как слышно Алексея и... Как слышно меня и как слышно разработчиков. Может, их сделать потише? Они, я вижу, сейчас не слишком нужны. Что ты говорил? Говорят, победили из-за того, что у нас First Light был. Да, однозначно. Сыграл четверку, вы поэтому и победили. Шот. Бля, сейчас будет разработчиком играть не уметь. Пошли по Шани. Пошли, что по золоту, типа Шани. Так, Шани. Смотри, они сами не могут прочитать, посмотри. Они не понимают вопросов, бля. Леху плохо, а разрабов пох. Ну, давай, если можешь, громче там делай тогда. Я их сделаю чуть тише, а... А ты можешь, ты знаешь, что ты можешь меня просто в Дискорде, знаешь, как меня в Дискорде прибавить? Ну. Ну, ПКМ на моем этом... Так я уже делал, ты там максимальный. Там двести процентов стоит. Чё, реально двести процентов? Сто. У меня сто максимально. Серьезно? Да, да, сто максимально. Ну, я сделаю тебе сейчас погромче так. Чуть с УПС. Да, я прибавил, что... Мне хорошо тебя слышно. Вот так лучше? Я думаю, да. Громче разрабов. Ребята, зачем вам их слушать? Хорошо, я сделаю громче разрабов тоже. Дагон играет чисто... Так, Родовид Дека, смотри, показывает Родовиля. Там есть Мирктобраки, дракон этот серебряный, который тебя сегодня заректил. Он, я вижу, четверка уже. Они показали, что из нее... Он четыре, три минуты, три минуты, пятьдесят. Опа, Геральт двадцать. Геральт Ивни работает на Ют-двадцать. Здорово. Да, лучше. Пишет лучше, хорошо. Так, ну... Я на кончику от идущего. Сейчас подойду. Да, хорошо. Так, ребят, ну пофиксили они Геральта Ивни. Теперь работает он на ряд с двадцаткой и более. То есть было пятнадцать, теперь двадцать. Ну, как по мне, хорошие изменения. Было неплохо. Точнее, было неприятно то, что Геральт Ивни игрался в каждой колоде против вас. Нахер разработ. Я ничего не пропустил? Не-не-не, просто они показали Геральта, убрали его. Родавид восемь урона, Филиппа десять силой. Ребят, ну это вы читаете с реддита, нам это еще не показывали. Погоди, чё Родавид, чё Родавид? Ну, восемь урона наносит, не десять. Ну это уже спорят. А, я, кстати, сегодня об этом говорил. Смотри, восемь. Да. Что им надо восемь сделать, а не десять? А почему? Тогда я не считаю, что... Мне казалось, десятка тоже. Потому что он, потому что он драконом бывает. Дракона, которого именно? Этого? Большого? Борх, Борх, Борх. А я, ну просто, смотри, если Борх играется за севера, он тогда одиннадцать становится. Цири шесть я вижу уже. Регис такой же, Авалах такой же. Цири, вот шестерка. Мантикора десятка, то же самое. Ничего не изменено. Серебряная рамка. Финт, Камонка, восьмерка, то же самое. Адреналин такой же. Ну вот Ферст Лайт этот новый, Жаба. Жаба точно такая же, как и раньше. Поглощает карту, в силу уточнения убирает ее в Грейвьярд, и потом дробует. Стамит Форда. Это типа Жередина, да? Думаю, да, если Жаба. Не соврал, ребят, видите, Борян не врет. Цири шестерка. Ну слушай, вот раз, понимаешь, мне о чем Родовит как бы казался, что он и так и так убивает Цири. И даже старую Цири он бы убивал. А, как правило, Родовит играл вот, ну лично в моих экспириенсе было много Цири, и Родовит все время убивал ее Цири. В моем экспириенции он убивал либо Аглаису, либо... А, ну смотри, ты же играл на Скайтаэлях, правильно? Там драконы эти не получают баф, да? Какой Королев с севера. То есть он из его бам и все. Ну да. Тогда это имеет однозначно... Наверное, ты пригорел, да? Да, конечно. Так, чистое небо. Иногда просто его хорошо обыгрывают, вот и все, и так... А Родовит тоже как бы. Оно теперь не чистое небо, оно теперь рассвет. Простите, ребят, я еще не привык. Для меня оно всегда будет чистым небом. Но там же есть чистое небо, видите, там два варианта теперь. Действительно, если меня сейчас очень интересно, что такое пермодев... Вот мне тоже суп... Но там у них было Скеллиги, я его видел. Я думаю, что она просто... Когда она умирает, ее нельзя будет резнуть через восстановление. Возможно. Типа пермодев, это значит, смотри. Это не значит, что она убирается из игры, а просто, что она умирает навсегда. Да, как бы, ну, пермодев, ну, логично, правильно? Не знаю, ты думаешь, это имело смысл? Ну... Она ее чучелом и так возвращает. Ну, нет, ее часто играли в двух раундах. То есть во втором играешь, она умирает, играешь и в третьем раунде. Да-да-да. Ребят, вы там, кто спрашивает про карты, вы спросите чатик, хорошо? Кто смотрит, сначала они вам ответят. Ну, не вижу смысла пока возвращаться. Потом это обсудим еще раз. Ну, потом подсуммируем. Да-да-да, подсуммируем еще. Я пока тут агруцией, а не брать. Приятного аппетита. Так, Борх три галки играется. 11 силы получает он. Из-за того, что играет за КСС, плотва. Может, плотву покажешь? Ну-ка, покажите плоту, друзья. Хотят и Валаха сыграть. Так, сейчас я тоже вернусь, одну секунду. У них в Часкина пишут, что... Типа, сами сиди прожи чаще написали, что они в гард в следующем году. То есть, чтобы больше не было вопросов, я очень забегусь. Включая, это и так было сильно. Я просто плачу. А Глэйси-5 была? Нет, ну сказали, что Глэйси-5. Глэйси-5. Да, это была очень хорошая игра, потому что... Да, я не забыл из-за того, что... И он получил карту, тоже. Красиво. Слушай, ты тут? Да-да-да. С теннистерой, восьмерка. Восьмерочка. И делаю то же самое? Да. И семерка, и восьмерка. Ну, неплохо. Баланс, я бы сказал. Можно было его еще больше убить, он слишком хорош, по-моему. Нет? Ну, учитывая, что типа Eivin-11, но он его убавляет. Ну, такое. Правда, он и антиборарка, и Eivin-Epic. Ну. Глэя точно такая же. Вопрос. Они говорят о каком-то новом архетипе карт под названием «Fleetting». «Fleetting». «Fleetting» — «Fleetting» пропадает полностью из игры, а «Fleetting» — это значит, что они просто мертвы и не могут воскресить. А, ну теперь все становится на свои места, правильно? Арчи, не понимаю, в чем разница. Смотри, «Fleetting». А, ну допустим. Это она убирается из игры полностью. Да, я понял, понял. «Fleetting» — это значит, что все еще работает, типа она лежит в сбросе, или не зарядка. Но, типа, она работает, допустим, с Лугасом, да? То есть Лугас все равно будет отняться. Лугас, это, Лутик-четверочка, добавляет две силы всем незолотым юнитам, которые появляются на поле. То есть она теперь, если стоит, она добавляет каждому юниту, который появляется. Ну, это, типа, такое. Ну, это нерфили. Понимаешь, они, мне кажется, даже его не понерфили, а подняли. Они просто, смотри, они понимают, что они сейчас пофиксили север, и, как бы, он будет слаб в следующей мете. И они пытаются его как-то другими картами, чтобы играли по-другому на нем. То есть в данном случае, чтобы не играли через баф на больше урона, а просто именно на добавление урона через Лутика. Мне кажется, это хорошее изменение. Я не знаю, как ты считаешь. Ну, командирский рок, понятно, это круто, да? Я думаю, это рип-лютика просто. Рип? Да. Ну, четверка, смотри, добавляет всем. Точнее, каждому плюс два. Слушай, а... Сытность он будет просто умирать. На самом деле... Хотя у него хорошая синергия с подкреплением, да? Да. Но дело в том, что умирает в квинте легко тройки, по-моему, а четверка еще, как бы, живет. Все, что умирает от грома, считаешь, что легко умирает. Так, сыграли Требушет. Семерка он. Требушет вроде... Вроде Требушет двойка дамажит, надо посмотреть. Как получить премиум карты? Точно так же, как вы получаете обычные карты, открывать бочки. Это от нам ответили. Как будет возможность получить премиум карты? Но, как бы, мы можем карту-то и скрафтить. Погоди-ка. Про это они не сказали. Погоди, Лютик 7-2 прибавил. А, да, смотри. Сыграли ведьмы и прибавилось им тоже плюс 2 атаки. Что? Погоди-ка, я что-то не понял, зачем ты нам... Лол. Это полная параша какая. И вот это, согласен, абсолютно полная параша. Что? Что? Да-да, ребят, он бафнул его. Вам не показалось. Так а в чем прикол-то, я не понимаю, этой карты? Да, не-не, они уберут черню, я не знаю, это полная чусь. А его и так, его и так не будут играть таким, наверное, как он будет, серебряный слон. Так, а валах, смотри, платва бафчик получила. А валах получила, не, а валах не получила, а валах из-за того, что края места севера получила. А в башне, видишь, у них башни, у них 3... Они так их и не показали. Промолт. Ну, вот и посмотрим, как он действует. А, кстати, у башни троечка была, да? Правильно? Да. Слышишь? По-моему, она была пятерка. Тройка, в смысле, счетчик? Да, счетчик тройка была, а не двойка. Тройка тройка была, да. То есть, смотри, они, наверное, теперь опять дамажат по 2, но действуют через 3. Сейчас бы половину архетипов занерфить. А что, ребят, вас устраивала мета предыдущая? Я, кажется, не говорю, что лютик — это суперкарта сейчас, но, как минимум, архетипы надо нерфить старые. Боже, как же они долго думают, да? Да не, просто больше. Я хочу, я хочу, смотри, сейчас промоутер будет. Ну, юниты, смотри, они отправятся в отбой, и там уже будут бронзовыми, я так понимаю. Ведьми дал одной адреналин. А если скорч? Опа, 2. Да, 2 снимает требушет. Ну, друг, 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 они не бафают, да? По-прежнему. Ну, нет. Большинство медиков по-прежнему не сможет резурректить медиков. Только если этот медик может именно резурректить медиков. То есть, Зигфрида, да? Так медики по-прежнему не смогут восстанавливать свои же копии. Ну, как и было. Барклай Эльс теперь будет работать с Золтоном, и Бахакам Дефендеры теперь четверки вместо троек. Дефендеры, которые... О, с адреналином, да? Ну, то есть, неплохо. Он работает с Золтоном или со всеми? Барклай Эльс работает по-прежнему со всеми, просто еще и на Золтона будет оказывать влияние. Мне это нравится, кстати. Ну, то есть, на все золотые, то есть, ну, я имею в виду, там есть просто еще Золтон и серебчик, но вот тоже. Я думаю, да. Смотри, ну, они хотят продвинуть, типа, краснолюдов, да? Краснолюдов. То, что мертво умереть не может, как говорится. Слушай, интересно, а если я, типа, сворую из его отбоя промолчу, если логисту кинул своего гнома, он забафается? Ну, то есть, запромолченный забафается? Что-то сложно, еще раз, давай-ка, я подумаю. Ну, смотри, ты сказал, что он теперь Золтон, да, качает? Так. Золтон – золотая карта. Допустим, я про Север играю и ворую аглоисты и промолд. Смогу ли, ну, кидаю на своего гнома, смогу ли я усилить запромолченного гнома? То есть, работает ли он на все золотые карты или только на Золтон? Я думаю, что на все золотые карты. Просто на всех гномов. На всех гномов золотых. Ну, или серебряных, неважно. На всех гномов. Короче, да, просто. Так, чисто небо, грифон. Смотри, смотрим отбой. Требушеты бронзовые. Плотва, просто серебряная. Так, Роше. Сколько снимет? 11 было сняло до 6. Пятерку. Роше снимал пятерку? Да. Да, он был 8. 7. 7 плюс 5 – 12. Как Геральт. Да, да, все так и было. У них у всех. У Трис было 8.4, а у Роше было 7.5. Эквалерно Геральта. Погоди, а где ты отбой посмотрел? Чуть не особо, они отбой смотрели. Они отбой в начале раунда смотрели, там ты, наверное, пропустил. Там были бронзовые требушеты. Да. Убираются просто по золото, короче, в конце раунда. Реддит нас играют, чтобы защитить свой стол. Блин, про мото, получается, сильная карта, потому что... Ну, он усиливает всех. Обратно... Я, смотри, я только там, наверное, неправильно сказал. Он усиливает прям не всех золотых юнитов, а он усиливает именно... Ну, отряды. Я сказал всех, по-моему, тогда я, возможно, оговорился. Ребят, дропается, потому что они это партнерки. Все в ваших руках. Не могут люди качество выбрать, блин. Я согласен с ними, я бы тоже не готов. Хотя у меня можно выбрать качество. Отправляйте, ребят, нажимайте. Шестереночку, да, options. И отправляйте в Twitch репорты, что видео сафарит, да, и все такое. Это не мои проблемы, у меня ноль дропов. Отправляйте в Twitch и нажимайте на шестереночку. Не знаю, меньше дропы. Оквист четверка по-прежнему. Стример ЧСВ? Чего я ЧСВ? Это я, наверное. Да нет, это я, походу. Так, пятерка. Смотри, теперь Кавалерия, Дон Баннер. Пятерка, помнишь, была четверкой, которая становится золотой через два хода. Да, да, да. Смотри. Мне нравится, что они поднимают вот эту плюс один силу. Они делают эти карты, которые почти никто не видел. Они делают хвабые карты, более фильмы и более... Хочешь, чтобы их играли. Вот ты, что не лагает. Ребят, это у вас именно проблема с Twitch'ом. Отправляйте, я сказал, шестереночку и все такое. Так, платвони сорвали тогда себе грифону. Вот она поставила себе на стол. Ну, изи, да, для разрабов. 2.0, походу. Или же 3.0. Кстати, в прошлый раз у них были надписи CD Projekt Red. Сейчас у них надписи Кард Смиты. Оквист такой же, я вижу. После четырех... А, после четырех, Оквист же пять, да, был? Правильно? Да. Теперь после... Нет, Оквист был пятер, а теперь четыре... Срабатывал. Четверка, по-моему, после пяти ходов. Да, ну так я про это и говорю. Я просто неправильно сказал. Он срабатывал после пяти ходов, а сейчас после четырех. Вот так вот его изменили. Это, кстати, лучше, да? Намного лучше. Я просто про то, что его, возможно, даже будут играть теперь. Да его и сейчас уже даже играют. Привет, Яматы. Привет, Эва Модиос тоже. Да, да, да. Ну, ты кто? Да, первоначально я типа, Яматы, с тобой, как показал. Ну, тут изи. Пытался на ней играть, не понял. Ну, ладно. Ты пытался, да? Пытался, пытался. Слишком сложно. Я тоже после монстров, знаешь, когда там, на скелье, типа, бэээ, что делать? Ничего не знаю. Грифон может забрать и особую карту. Это, типа, и Грифоны изменили, что ли, еще? Яматы тебе тоже передает привет. А почему Commander's Horn, почему у них чистое небо, вот это вот, почему на второй, на третий ряд? Интересно, они как-то сыграли. Тебе не показалось, что они неправильно сыграли? Надо было давать на первый ряд. Рок. Там же всего лишь ведьма и Грифон. Почему они-то в прошлом, я вижу, теперь они будут использовать только вот так, да? Чистое небо, вот, рандомные юниты из деки. Они просто пока... А, у них больше нету, у них больше нету юнитов. О, окей, это было не так, да. Клосс, клоузский гейм. Я говорю, что ты должен, как-то, думать, или идти к Грифону, и посмотреть, сколько картов у тебя в деке, чтобы узнать, если у тебя есть юнит, и мы не проверили это. Так, да. Мы потеряли фокус. Если нет юнита, она ничего не будет резать, ничего не будет появляться. Они играли от Филиппа, я понял, они играли от Филиппа. Ну, его заботчик, сливой ли, г-г-г-г. На 145 руни, снижь, заботчик. Смотри, у них есть колода Брана. Дискард две карты и добавляет... О, ты не видел? И добавляет две силы. Потому что это дискард две карты и добавляет две силы, вот я увидел. Ну, дискард. Мы не на первом чём покажем смотреть, смотри. Да, давай, давай. Смотри, Одрин четвёрка, Одрин четвёрка, кстати. Выбирайте. Так. Choose any card in your deck. Короче, оно добавляет к чему-то две силы, я так и не понял. Вот оно по-прежнему дровует две карты и потом что-то добавляет. Смотри, Зигфрида, пермодез. А у этой рентлесс. Видишь? А у этой рентлесс. И флитинг. Флитинг это то, что... Рентлесс, ещё непонятно, что такое. Погоди, я волосчик два же был, да? А, рентлесс это только один раз сможем использовать. Драйк Бонху четвёрка. Добавляет одну силу всем незолотым юнитам в вашем отбое. Ну, по-моему, всё равно не будут играть, да? А, он добавляет теперь базовую силу, да? Да. А, вот это уже интересно. Он добавляет базовую силу. Ну, он четвёрка был? Да, четвёртый. Он был двойкой. По-моему, он двойкой. Он был двойкой. Блин, смотри, типа, он на шестой, на третий раунд, когда тебе по бейдей надо играть. Он либо на второй, да? То есть он либо пять, либо шесть. В первом раунде мне спустя играть. Давай ещё посмотрим, что есть. Карты лодка-пятёрка теперь я вижу. То же самое, только пятёрка. Делает то же самое. Слушай, так сильно лодки? Нет, подняли. Они их и так играли на тройках. Да. Ну да. Сван, ригер, точно такой же остался, а дроу. Плюс два, это очень сильно, действительно. Так просто их... Ну, то есть это уже стоит задуматься о том, чтобы действительно убрать обычные игрокары из дейки. Потому что пятёрка уже не отлетает от свайпа. Вот именно, да. Они всё равно, я их убивал свайпом. Я прям отлично помню, как я их свайпом убивал. А зачем им дискард? Ну ладно, у них один дискард, хорошо. Просто зачем им три таких чувака? Если у них один, то есть. Как поменялось Филиппа? Теперь у него 10 силы. Задал вопрос пользователю, они ему ответили. Просто это тоже самое, только 10 силы. Да, тоже самое, только 10, вместо 12. Ресурректы твоих дискардат. Так, кинг бран и добавляет две силы им. А, смотри, оно дискардит две карты и добавляет им две силы. Добавляет этим картам две силы, которые вы дискардили. Бейс. Бейс при чём? Да. Слушай, это уже, и она теперь, по крайней мере, value, нет? По-моему. Ну, она, это намного лучше, чем было. Раньше, типа, было просто, ты скид... Мышавуржа шестёрка. Мышавуржа шестёрка, да. Лугас через два хода получает одну силу за каждого юнита в отбое. Через два хода, через два хода, получает, как бы, единицу сил. Смотри, он должен постоять, чтобы какую-то пользу извлечь. Смотри, там имеется в виду не рауды, а ходы. Погоди, погоди, погоди. То есть ты его поставишь, через два хода он тебя бафует, да? Да, ты поставил его, и через два хода он получает баф за юнита в отбое. Пир на восьмёрка. Слушай, а может, они так, типа, двумерит обыграли? Ну, типа, ты ставишь лугаса, и нельзя сделать сразу двумерит, он только потом и забафает. Вот, как и помнишь, я тебе, как и говорил, то, что они не хотят вот этих вот финишеров карт, типа ОТК. Лугаса можно было сохранить до последней карты, да, и просто ты его ставишь, и все, он стоит. Ну, хотя он был золотой, ему никак, в любом случае, никто не мешал, кроме Родолида. Или двумерита. Нет, двумерит мешал, правильно? Я говорю, что они играют, наверное, вокруг двумерита, потому что ты мог посмотреть лугаса, и ему тебе дали двумерит. Смотри, создал он еще одного, Драйг Бонд Ху. С помощью оператора. Ну, это хорошо, потому что, типа, к Таэлям это не важно. Он ничего, у них нет, да, абсолютно. Ребята, мы смотрим за тем, что происходит на столе, но, как бы, вы знаете патчноут, а я его еще даже не читал, понимаете? Для меня каждую карту я ее читаю сразу сейчас, на английском. Я буду заболтаться и не замечу, что Драйм Драйс всех дамажит. Типа, всех, что-то между всех. А, типа, на обоих сторонах? Возможно, там, мы даже не посмотрели на него. И себе тоже. Ладно, давай посмотрим реально, что они тогда играют, раз так хотят люди этого. Посмотрим, что они, ребята, играют и как. Буду вам читать тогда карты. Ну, с Ван Риги осталось чуть на коже. Дровы это одну... О, смотри, лугаса они достали. Сейчас они его, наверное, и сыграют. Да, лугас получает через два хода баф за юнитов в отбое. Ну, я не знаю, мне кажется, это просто игра вокруг. А мне, в общем, кажется, что они его хотят сделать более активным, то есть чтобы его играли не только в третьем раунде, но, например, во втором можно было его сыграть, и он бы еще забафался. И его теперь нельзя поставить, понимаешь, последней картой. Прям последней ты его не поставишь, потому что он просто, ну, надо ему два хода будет на то, чтобы сработать. То есть вот он говорит, сейчас вы не сможете ставить лугаса как последней картой, нужно два хода. Я не знаю, я не играл лугаса последней картой, потому что... Ну, типа, в третьем раунде какой-то редкий и лугас, понимаешь? Ты ставишь сначала лугаса, а потом ты редкий, чтобы... Да-да-да, все правильно, все правильно. Да-да-да, все правильно. Может быть, это паф. Потому что он должен быть с нами, и он будет на карте. А зачем он еще одну карту сыграл? Он ведь выиграл уже по очкам. Зачем он еще одну карту сыграл? Посмотри, что это... А, да, он проигрывал. Я перепутал стороны. Я смотрю, типа, думал, уйдешь. Так, смотри, кто-то пропал. Что там про пауэр? Вот этот эффект был такой, ворона. Вот они так сказали. Так это оператор, наверное, был... А, все, оператор улетел, я понял. То есть его теперь в игре, я так понимаю, не будет. Хорошо. Смотрим сейчас, смотрим, что они и говорят. Играют лодочку, они теперь, которая получила плюс один за счет того, что у них второй раунд. Ее способность заключается в том, что его убирает две силы от рандомного юнита, не золотого, вражеского, когда юнит на вашей стороне дискардится или умирает. Из-за отскорчена их лодку. Чувак 24, он стал 4-2? То есть, погоди, это какой раунд? Это второй раунд? Да, второй. Базовая сила у него стала 2, он добавляет теперь 2. Иммунинг к туману добавляет две силы, когда вы дискардите юнита. Раньше он был... Единицей. Но был единицей. Но был единицей. Но я не знаю, типа, он все равно, он до сих пор, он что двойка, что... Играбелен, по-моему, правильно? Ты играешь пирата, и он становится, ну, становился семеркой, а теперь становится 2 плюс 2. Сколько он теперь становится? Шестеркой, правильно? Шестеркой, да. На первом раунде. А был семеркой, то есть пофиксили чуть-чуть урон. Да, да, да. Так, выбирают, какую карту ресурректить? Зигфридой, по-моему. Но он, типа, теперь не умирает от 4 минус 1 плюс 2 у животных, знаешь? Это да, да, понял. Опять играет Скорч, Скай Тайли. Пыль будут возвращать за изменение карты? Еще неизвестно, ничего про это вроде не говорили. Когда патчи тоже не искали, сказали скоро. Сыграл чувак три раза Скорч на Скай Тайли, слышишь? Сыграл Скорч, потом сыграл Лоизу, потом сыграл Змейку. Нейчурский. Так, Зифрида, ну смотрим на Зифриду. Пермадесс. Возвращается. Сила ее стала единичкой, возвращает одного юнита. Зачем? Чувак, что ее просто, ее не забудут, резнуть через выдавление. А зачем он хочет этого пирата резнуть? У него же нету даже, он сбросал. О, типа, Бирна. А, Бирна, Бирна, я не заметил. Бирна восьмерка. Да, да, да. И она, видимо, не четыре карты сбрасывает, а три, там уже кто-то в чате писал. Сейчас посмотрим, да, смотри, дровые три карты, оставьте одну и скиньте остальные. То есть теперь, ну, по-моему, это хороший фикс Бирна, она была сильной, согласись. Ну, да, да. Типа, четыре карты скинуть, это много. Слишком большой кул тебе предоставлено. Смотри, он сейчас еще скинет, наверное, он возьмет лодку и скинется еще пиратой. Нет, они не скинутся, они, надо их сыграть именно, чтобы они скинулись. Тогда он, возможно, хочет их взять себе в руку, правильно? Да. Он берет пиратов. Так, играется спешил карта сейчас, это Гром. Получил баф плюс три, поддержка Горинкаров. Смотри, у Грома еще написано поушн, типа зелья, да? Да, 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 с поушнами. Я не ошибаюсь, оно было. Хотя нет, подожди, было, по-моему, было. Не хочу соврать, но, ребят, по-моему, было. Но никакой энергии теперь поушнами у них нет, да? По-прежнему, да. Ты как знаешь, допустим, в Хардсоун, типа, сыграете рандомный поушн. Что-то такое. Да, да, да. Играет он в клан Турсиарха, то же самое у него вижу. По статам пятерка, и когда ресурректится... А, смотри, тройка. Тройка, подмога тройка стала. Да, да. Было двоечкой. Теперь Бирна... А сколько теперь Бирна показывает карт? Показывает три. Дровываете одно, остальные сбрасываете. Раньше четыре было. Играется Единорог, Йеннифер. Сколько получится баф? Такой же, плюс два. Да, плюс два. Йеннифер осталась точно такая же. Уникор! Ну, I think we need to go with Lugas and then... Лугаса хотят сходить. А зачем мы это делаем? А, смотри, потому что мы не проигрывают иначе, в любом случае. Плотва играется. А, ну да, ну да, точно. Зигфрида получает баф. Какой-то... Ну, это Трувель, по-моему, да? Оноу, оноу, оноу. Ну, слушай, там Лугас нормально бафнится на следующий ход, правильно? Не знаю, я думаю, не очень сильно. Это второй раунд. Бангует... У него. Сейчас посмотрим. Let's just hope, это не Трувель, да? Если он будет 14, то мы получим... Если он не будет... Вау! Вау! Бум! 13. Получилось. Стримеры и его друг не знают нюансов игры и пытаются быть умными. Изи гейм. Не понял. Где мы прокололись? Где мы прокололись? Ребят, просто очень много экшена происходит на экране. Тяжело сосредоточиться на чем-то конкретном. Так, ну это не Трувель? Трувель. Ге-ге. Спрашивает, что опять, как Лугас работает? Точно так же говорят, но теперь у него есть счетчик, через два хода срабатывает. Да? Не, не, я не думал, что это все. Смотри, или все. Это была последняя игра. Говорят, что разобрали все. Спасибо, что посмотрели. Патч выйдет скоро. Очень хотим видеть ваш отзыв. Рады, естественно, их видеть. Комментарии, отзывы. Очень нам приятно все это. Спасибо большое. И все, что ли? Передает приветы какому-то боджи-беллу. Да. Так, а где ваш анонс, ребята? А где ваш анонс? Мы не можем видеть.